Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые зрители телеканала «Россия-1». Хочу сказать вам, что всегда с каким-то особенным волнением представляю вам гостей нашей студии, которые своей профессией, своими достижениями уже прославляют Карачаево-Черкесию на великих просторах нашей огромной России. С нашим сегодняшним гостем я буду знакомиться вместе с вами. И с большим удовольствием представляю вам артиста-вокалиста Иркутского музыкального театра Максима Колесникова. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Большое спасибо, что вы нашли время и пришли к нам в студию, потому что знакомство с вами состоится впервые, но я надеюсь, оно будет очень приятным. И скажу честно, когда узнала от своих коллег-журналистов вообще, кто такой Максим Колесников, вы не представляете, огромная жирная зеленая жаба кинулась мне прямо на грудь и давай меня душить. Я думаю, ну почему, ну почему такие классные ребята, такие талантливые, такие одаренные, работают где-то вот в других регионах, радуют публику своим талантом. Потом, честно говоря, когда включается разум, я понимаю, что, а где, собственно говоря, здесь реализовывать себя Максиму Колесникову? Апериты у нас не любят, филармония у нас непонятно в каком состоянии, музыкального театра нету, оркестра нету, симфонического, который когда-то был. Да вы что? Нету. Поэтому я успокоилась и вот приглашаю вас к разговору, чтобы рассказать нашим зрителям о том, кто вы такой, почему вы такой талантливый и классный и поете сегодня в Иркутском театре. Ну давайте начнем с того, что вы родились в Черкесске и закончили в школу в Черкесске. Да. Я еще знаю, что вы с детства мечтали стать летчиком, но окончив 9 классов, как это по-хазановски, пошли учиться в кулинарную технику, в кулинарный лицей, который был в то время. Моя мечта, вы знаете, она, наверное, появилась где-то уже годам к 20 осознанно. Так было удивительно. Я не летал на самолетах никогда. Первый раз я полетел, причем это было прослушивание в мюзикле у Киркорова «Чикаго». И это я уже был солист театра. Это было 20 с лишним мне лет. Но самое интересное, что до этого времени, как только на горизонте, что называлось, начинал маячить самолет, все, поездка не состоится. Ну не знаю почему. Ну я не знаю. Вот так всегда получалось. Причем в тот день, когда я летел первый раз на самолете, это был Ту-134, Минеральная вода Москва, и меня везли, значит, друзья, нет, такси. Я ехал на такси в аэропорт, и я подъезжаю к аэропорту и вижу такие тучи над этим аэропортом. Думаю, все, не полечу. Опять не полечу. Не полетел? Полетел. Полетел. Это был первый захватывающий полет. Я не пришел в авиацию. Все равно театр меня не отпустил. Ну, значит, все сложилось на небесах, все правильно срослось. Да, все, что лучше. Любовь-то к борщам, она-то откуда? Или это просто... Это, да, это удивительная история. Знаете, я должен был учиться в автодорожном техникуме. Я не знаю, как он называется сейчас, но раньше это был автодорожный техникум. И вот родители мечтали, чтобы я учился там, а я не хотел. Не хотел, и все. Ну, вот они мне записали на подкурсы, я честно отходил подкурсы, а на экзамен не пошел. Договора не было такого. И вот когда от меня все отстали, наконец, и сказали, делай, что хочешь. Я думаю, что же я хочу. Вот что я не хочу, я знаю. А что хочу, я не знаю. И моя тетя родная предложила мне, говорит, давай уже пойдешь вот в лицей, повар-кондитер, говорит, научишься там что-то. Я думаю, ну и правда, ну борщ-то я уж как-нибудь научусь готовить наверняка. Говорю, давай. Я пошел в пятый лицей, и это потрясающее время. Вы знаете, я с такой теплотой это вспоминаю. Там по сей день работает мой мастер, Елена Ивановна Горянникова. Это потрясающий человек. Она настолько потрясающая, чтобы вы понимали, что мы ее редко звали по имени-отчеству. А как называли? Она была мама Лена для нас. Мама Лена. И она как-то вот нас любила, она была строгая очень. Она прививала нам любовь к профессии. И это был по-настоящему первый и, не побоюсь того слова, мой самый лучший коллектив в лучшем понимании этого слова. Но тем не менее, вы закончили, получили диплом обычного основания. Да, это потом. Да, я закончил здесь с красным дипломом пятый лицей. И потом я должен был учиться здесь, дальше оставаться в лицее, на вторую ступень, так называемую. Там были техники и технологи, и я должен был идти туда учиться. Но вот судьба, знаете, воля судьбы. У нас была дача, и лето, каникулы мы на даче, значит, копались. Приехали гости к соседям и рассказали, что инженеров учат в Пятигорске. И, значит, и вот что, тот, кто имеет красный диплом, имеет какие-то, значит, там... Привилегии, льготы. Да, привилегии, да, да, что-то, да. То есть тело хорошее. Да, да, ничего этого не было в итоге с моим дипломом. Но я так захотел, сидел на грядочке, там что-то тяпал-тяпал. И маме говорю, ты знаешь, я поеду учиться в институт. Вот, мама говорит, сейчас поедешь? Я говорю, да нет, попозже. Она говорит, ну и слава богу. Думала, блаш и пройдет. Нет, не прошло. Захотел, быстро подготовился, поехал и поступил. И это был первый набор тогда по специальности в Пятигорском технологическом. Это был первый набор по специальности технология хлеба, мучных, кондитерских и макаронных изделий. И я поступил в этот первый набор. Классно. Ну а как же вы оказались в Тавропольском музыкальном колледже? Ой, в колледже я оказался наоборот. Люди в дверь, а я в окно заходят. Я сначала попал в театр. И я театра бегал сколько мог, сколько позволяли мои ноги, что называется. А потом у меня появились друзья. Они учились, они были вот как раз-таки в этом колледже музыкальном, они были старшекурсники наши. И они учились при театре, мы все учились при театре. Это отделение создавалось специально для того, чтобы в театр новые кадры приходили, молодые. И вот им нужно было попасть в театр. Мы шли на день рождения к друзьям в этот день. И они говорят, нам нужно зайти в театр, пойдем, зайдем, мы там свои дела сделаем и поедем на день рождения праздновать. Я говорю, ну давайте я вас подожду, у театра вы там свои дела сделаете и поедем праздновать как раз. А они какими-то правдами-неправдами все-таки затащили меня в театр. И не просто в театр, а там шел спектакль. Этот спектакль был Сильва. Они меня, Аперетта, Кальмана. Незабвенная, великая Сильва. И они меня посадили в зал. Говорят, вот здесь посиди, мы сейчас и тебя заберем. Знаете, как в фильме. Я зашел, увидел эту сцену, услышал музыку и уйти я не смог. Это вот любовь с первого взгляда, которая пронзила, обуяла и не отпустила. Не отпустила в прямом смысле. Друзья ушли, а я остался. Причем, больше того, вам скажу, они ушли из профессии сейчас. А я в профессии. Я, значит, когда попросился, говорю, возьмите меня, пожалуйста, в театр. Возьмите, пожалуйста, главному хормейстеру. Она сидела всегда в зале и слушала, смотрела спектакли. Я говорю, возьмите, пожалуйста, кем-нибудь. Она говорит, петь умеешь? Я говорю, нет. Она говорит, танцевать умеешь? Я говорю, нет. Она говорит, а что ж ты будешь делать в театре? Я говорю, мебель носить. Только возьмите. Вот. Она посмеялась. Она говорит, монтировщикам. Я говорю, давайте монтировщикам. Не знаю, что это. Ну, только возьмите кем-нибудь. Она говорит, какой голос? Я говорю, я не знаю, а какой он может быть? Какую-то. Значит. Она говорит, ну, пойдем, прослушала меня. Говорит, баритон. Баритон. Надо не забыть, что у меня баритон. Она говорит, а баритоны не нужны. Говорит, подожди полгода. Говорит, через полгода возьму. Я начал на каждый спектакль приходить. На билеты денег не было. Но на цветы всегда. Ну, вы знаете, зритель-то у нас очень избирательный. И пока вы не запоете, нам никто не поверит, что вы артист, вокалист. Так что будьте любезны. Сейчас, да, уже? Да. Это кусочек из арии графа Данила в спектакле «Веселая вдова». Максим. Там речь не о человеке. Это ресторан Максим на Монмартре, в котором происходит часть действия спектакля Франца Легарра «Веселая вдова». Иду к Максиму я, там ждут меня друзья. Там жар сердечный ценят, там дружбе не изменят. Там смех, там блеск огней, веселый круг друзей. Там забываешь склоку и на душе светлей. Браво, Максим! Очень впечатлили. И, надеюсь, у наших зрителей не осталось никаких вопросов. Вы знаете, я все понимаю. Черкесск, Пятигорск, Ставрополь, работа, учеба. В общем, юг, который благоволит к творчеству. Не знаю, наверное, к какому-то развитию вашего таланта. Но, елки-палки, как вы оказались в Хабаровске? Вообще ничего не предвещало. Именно Хабаровск не предвещало. Были другие города, были предложения в другие города. Ездил. А Хабаровск... Нет, кстати, Иркутск был раньше Хабаровска. Меня приглашали в Иркутск. Еще лет... Так это на пять, на шесть раньше. Меня позвали в Иркутск. На что я сказал, ребята, вы что с ума сошли? Где Иркутск? Это конец географии. Я не поеду туда. Сел, уехал в Хабаровск. Который дальше. В воле случая в Хабаровске была такая необходимость, чтобы найти артиста, который сразу может приехать и стать в репертуар. Нужно было войти очень быстро по техническим причинам театра. И вот директор театра через режиссеров вышел на меня. Причем в Пятигорске мы вышли в отпуск. И вот он весь отпуск меня клевал. Не давал мне покоя. Вот, значит, приглашал, звал, заманивал. Я еще достаточно молод, романтик, знаете ли. Актеру вообще, актеру всегда нужно пробовать новый коллектив. Это, знаете, новая кровь такая, которую... Кровь нужно обновлять, чтобы твой организм, твой же организм начал действовать, омолаживаться изнутри, что ли. И поэтому вот он меня прям дожал. В месяц я решил, поехал на прослушивание в Хабаровск. Как долго вы служили в Хабаровском театре? Ровно четыре сезона. День в день я прилетел и улетел. Вы знаете, а у нас есть возможность показать отрывок, фрагмент спектакля с вашим участием? Если вы позволите, мы... Да, да, я очень... ...воспользуемся такой возможности. Да, спасибо. Давайте посмотрим фрагмент спектакля. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Максим, я ознакомилась, так сказать, с послуженным списком... Ваших работ, и я вам хочу сказать, что очень серьезный багаж у вас за это время образовался уже, ну так, на минуточку, спектакль музыкальный «Любовь и голуби», «Граф Монте-Кристо», «Алые паруса», «Дамский портной», «Собака на синее». Спектакль, который вы назвали, это те, что идут в Иркутском музыкальном театре. Ну, там и «Мэри Поппинс», «До свидания», и последняя работа «Светлое будущее» по Катаеву. То есть, а если взять Пятигорский, вот период службы моей на театре, там порядка сорока ролей, да, «Сильва» та же. «Сильва» я отработал во всех трех театрах, разность. Такой знаковый спектакль для вас получился, безусловно. Да, я обожаю его. Меня вот, когда я просматривала список ваших работ театральных, очень заинтересовал спектакль «Любовь и голуби». Но прежде всего, конечно, наш зритель любит кинокомедию потрясающую, с великими актерами. Но я плохо представляю себе, как такую комедиум можно воплотить на театральной сцене. Тем более, что вы там играете роль Василия. Да, Василий Кузякин. Василий Кузякин. Вы знаете, это потрясающая вещь. Вот, конечно, ну нет же, ну нет человека в нашей стране, который не знает фильм «Любовь и голуби». Люська! А, Люська! Да, вот вы знаете, это настолько... Он разобран на цитаты, его знают интонационно все. Я сам его, когда, будучи артистом Пятигорской опереты, мы вечерами садились с моей партнершей. И вот вечером садились, у нас телевизор стоял высоко, и мы смотрели его 48-й раз и смеялись. И, конечно, вот это подарок судьбы. Вот это подарок судьбы однозначно. Причем настолько это невероятно, что музыку к спектаклю написал Андрей Семенов. Это дирижер Московской опереты. Премьера состоялась в Московской оперете 8 мая 17-го года. То есть совсем свежий спектакль. Да, это вот он только-только пошел. Сейчас он уже идет в театрах. В Москве 8 мая премьера, 8 июня премьеру даем мы в Иркутске. Да, через месяц ровно. И, ну, настолько это знаково. Ну, во-первых, конечно, все знают этот спектакль. Во-вторых, Иркутск. Надо начать с того, что, собственно говоря, сначала это был театральный спектакль. Это не фильм. Не многие об этом знают. Да, не многие, но сначала был спектакль, и Меньшов уже увидел спектакль. И только потом он с Гуркиным, причем Гуркин, Владимир Гуркин, он сам писал сценарий к фильму. Уже на премьеру прилетала его супруга с дочерью к нам на премьеру, они прилетали. Да, и вот Владимир Гуркин сам писал вместе с Меньшовым сценарий к спектаклю. Поэтому вот там многие вещи, это то, чего нет в спектакле. В Иркутском музыкальном это несколько блинная история. То есть это мы не рассказываем о конкретном Василии и Надюхе. Режиссер рассказал о неких людях, вот которые как раз-таки, они могли быть везде. В Черемхово, в Черкесске, в Пятигорске. Эта история блинная получилась. Но Гуркин писал совершенно конкретно о людях, живших в Черемхово. Знаете, что мне интересно, вот в моем понимании Василий уже человек такой, ну, взрослый, да? Ну, да. Семейный, там у него трое взрослых детей уже. Как вы вживались в роль? Вообще, что вами двигало? Насколько вам было это сложно? Или, может быть, не сложно? Было сложно в чем? Сложно, на самом деле сложно. Во-первых, нужно было забыть про Василия Киношного. Вот нельзя было помнить. Нужно было потерять память. Вот это самое большое, как бы, наверное, сложность одна из больших. Потому что все равно зритель сравнивает. Но Василий, у меня вообще, в принципе, вот меня так учили педагоги, что я всегда должен быть и адвокатом своей роли, и я должен всегда, я ее создатель, то есть художник. Ну, режиссер, безусловно, но я не могу смотреть других. И вот если я знаю, что я, допустим, буду играть роль там кого-то, я ни за что не посмотрю уже спектакль готовый или фильм, чтобы не взять чужую работу, я не могу. Это должно быть тяжело. Это будет, может быть, плохо, но это будет моя работа. Самая большая сложность была именно, чтобы я не помнил этого Василия, который вот у гениального Михайлова. Потом сложность Иркутск. Благодатная земля, которая подарила нам Гуркина, которая подарила нам Вампилова, которая подарила нам Распутина. Понимаете? И они не какие-то там когда-то жившие, а весь Иркутск их помнит. Ну, наверное, да. И вот у Гуркина, вот в любую школу, да, они все живы, они рассказывают о них, показывают фотографии, что-то рассказывают. Вот, понимаете, это настолько сложно, это настолько интересно и ответственно. И у Гуркина в спектаклях, когда там перечисляются в конце спектакля и фильма, там друзья его, это все актеры театра, драмы и тюза, которые находятся у нас по соседству с нашим театром. И они все еще, ну, некоторые живы, некоторые служат, понимаете. Эти имена, то есть спектакли, они все есть. Это вот, это живые, реальные люди. Вот. Макс, ну, ваш Василий, он поет спектакль? Да. Вот спектакль он поет, потому что это созданная Андреем Семеновым музыка к спектаклю, она потрясающе легла. Она простая, душевная. Как спектакль-то о простых людях таких вот, как мы с вами, которые вот открыты душой. И музыка так, мне кажется, она потрясающе легла, мне кажется, замечательная. Ну, вы понимаете, к чему я клоню? Да. Да. Знаете, в спектакле есть сцена, разговор Василия с младшей дочерью, с Ольгой, когда вот он сначала говорит, что зря, Надюха-то на меня ругается. Я же не на водку деньги. Помните, когда он деньги вот вытащил, когда она на него наругалась, что он деньги последние на голубей потратил. И вот эта сцена разговора с дочерью. И потом он рассказывает о голубях, о голубе, это его жизнь. И он рассказывает о своей той жизни, когда он... Валехина, кстати, Валехина тоже Иркутская область, деревня, да. Он говорит, я когда мальчишкой был, Валехина жил. У нас мальчишка был. Володька-дурачок. И вот в фильме это, там рассказывается тоже о Володьке-дурачке. Там, помните, кадры, когда голуби. Да, 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 голуби, да. Да, а в спектакле это музыкальный номер, решение музыкальное, называется «Баллада Василия». И вот он все, весь этот рассказ, он очень большой баллада, он рассказывает музыкально. А дочери рассказывает про этого Володьку, которого все любили, который был очень добрый, большой, но очень добрый. И вот его убили. И начинается баллада так... С рассказа об этой деревне, об этом Алёхина, деревеньке. И потрясающая вещь, есть такой актерский метод подложки. Я должен подложить что-то, то, что мне будет очень близко. И когда я это сделаю своим, то вы, как зритель, будете в это верить и видеть вместе со мной. В фильме это глаза, а в театре это несколько иначе. Это палитра другая, это тело. Но я должен сам видеть. И вот баллада начинается с рассказа о... В Нашинском селе когда-то были, церковь. В общем, я подкладываю... Не знаю, почему. Мой Василий не знает черкеска. Но я, как актер, я подкладываю свое видение. Это моя жизнь прожитая. И вы не поверите, но это всегда Покровская церковь черкеска. Я должен вот увидеть это. И всегда, когда я начинаю эту балладу петь, я всегда вижу нашу Покровскую старую церковь, которая была перевезена, которая без единого гвоздя. Ой, как трогательна. Да, и когда я разговариваю с дочерью, дочь это наша маленькая актриса детского музыкального театра, то я всегда начинаю с ней, начинается музыкальное вступление. И в этот момент я вижу нашу церковь, и я начинаю петь о том, как я ее видел. И начинается это. В Нашинском селе когда-то были, церковь, лесопилка, дарека. А еще в селе у нас любили, все любили, тихого Володю, дурачка. Дальше большая баллада, но всегда начинается это с нашей Покровской церкви и парка, который около нее. Удивительная история. Вы знаете, я вам верю. И верю вашему Василию. И балладу. И в эту балладу тоже верю. Да, всегда все плачут. Очень трогательны. Я сам, когда учил, невероятно было тяжело выучить, что комп стоял у горла, потому что так написана музыка, настолько органично, правдоподобно. И вот про эти голубей, про Василия, который жил. Ну, в общем, это и мне было, как исполнителю, привыкнуть надо было к ней. Хотя тоже, как только начинаешь давать оценку этим эмоциям, тоже становится трудно. Но всегда в зале плачут. Вы знаете, чтобы вот немножечко отойти от вашего Иркутска, мы встретились с вашими одноклассниками. Хотите узнать, что они о вас думают? Да. Давайте посмотрим. В школе Максим не проявлял актерских каких-то навыков, какого-то таланта или желания играть, какие-то роли. И он не любил физкультуру, но также не проявлял большого желания к урокам пения. Помимо того, что он актер театра, так он у нас еще и поет. Мы попросили его спеть. Когда он начал петь, мы все завороженно слушали его. Открыв рот, задавив дыхание. Это такой голос, это такой тембр. Это непередаваемо. Никогда бы не подумала, что вот так можно открыть таланты. Я благодарна тому, кто открыл талант у Максима. Максим, может быть, ты сам себе его открыл. Нашел и открыл. И это замечательно, это великолепно. Максим, желаю тебе творческого успеха, творческого роста, творческой карьеры. Я очень рада, что ты мой одноклассник. Я очень рада, что мы знакомы. Я очень рада, что у нас такая дружба. Дружба одноклассников. Макс, это просто солнышко. Такой весь он... Душа компании, скажем так. И вот на встрече выпускников, тоже 26 лет, он не изменился, вообще не изменился. Он также весь такой массовик-затейник. Такой просто... Вот у него столько энергетики. Он своей энергетикой буквально проникает в каждого. И это здорово. Говорят же, творческие люди, они впитывают в себя и потом отдают столько же, даже больше. И вот мы были, ну, просто шокированы, даже ничего не сказать. Узнав, что Макс у нас, наш Макс, оказывается, служит в театре. Как мы говорили, работает он у нас по правилу, говорит, нет, я служу. Вот он служит в театре, путешествует по всей России. И мало того, он не просто актер, он еще и поет. Я рада была рассказать в своем репортаже о человеке, которого знаю с детства. Максим талантливый, у него очень интересная работа, которую он любит. И без которой, наверное, уже не сможешь жить. Он оказался еще, к тому же, хорошим собеседником. И с большим удовольствием я его познакомила со своими коллегами, чтобы о нем узнали многие в нашей республике. Потому что его уже любят, ценят, как я поняла, и знают в других городах. Он может мечтать и воплощать ее в жизнь. А это важно, наверное, в нашей жизни, воплощать свою мечту в жизнь. Максим, вам приятно было услышать о вас такие вот мнения, такие высказывания ваши, родноклассников, спустя более чем 20 лет? Когда цифру называем, я вообще не понимаю, о ком речь идет. Мне кажется, это не про нас. Мне очень приятно. И они... Эти люди, они, знаете, вызывают во мне такие неподдельные эмоции радости и близости. В этом году наши девчонки... Я не могу их называть иначе. Это наши девчонки. Они у нас потрясающе выглядят все. Мы с парнями говорили, девочки, вы держитесь, потому что мы на вас смотрим. Вы у нас такие же молодые, красивые. И нам кажется, что и мы там с вами остались. Девчонки у нас молодцы. Вот, знаете, мы как будто все... Ничего не поменялось. Мы приходим каждое утро в класс. Я утром беру телефон и читаю, кто где что. Так, не отписались, поехали на машине. А не отписались, когда ехали. Так, вчера гуляли, не отписались, как закончилось. Надо все уже... Уже в школу родителей надо вызывать, спрашивать, как все закончилось. Это потрясающее чувство. Я так боюсь, что, не дай бог, это когда-то вдруг закончится по какой-то причине. Ну вот раз мы так отдарились от вашего Иркутска, от вашего музыкального театра, где вы прекрасно слушаете, и, честное слово, я с удовольствием сегодня послушала историю вашего восхождения, вашего покорения музыкального Олимпа, где-то там очень далеко, на краю света, можно сказать. Вот, знаете, что мне интересно? Ну опять я, наверное, к очень болезненной теме сейчас вернусь. Как вам кажется, вот доведись с вами вернуться в республику, нашли бы вы себе применение здесь? Вы со своим образованием, опытом, со своим жанром, нашли бы здесь себе зрителя-слушателя? Я один не могу найти. Понимаете, театр – дело коллективное. С этого начинается обучение актера, что театр – дело коллективное. Это Станиславский сказал. И так все и учатся. А где? А где у нас в нашей республике? Я бы очень хотел. Я вам говорил, что я бы хотел сюда приехать с любым моим театром. Я бы хотел, потому что, мне кажется, все равно. Кстати, когда я служил в Пятигорской оперете, очень часто приезжали из Черкеска люди на спектакли. Ага, значит, любят. Да, любят, любят, да. Да, ездили, ездили вечерами на машинах, приезжали. Мало, но были. То есть, мне кажется, что республика – это, ну… Нет, это… Я уверен, что это необходимо. Я бы очень хотел, чтобы здесь было. Было продолжение искусства не только драматического, но и музыкального. Музыкальный – это тот самый жанр, о котором всегда говорят, что он легкий оперетта. Это неимоверно сложный жанр, неимоверный по исполнению. Но он любим. И мне кажется, что это так важно, чтобы в нашей республике было. Мне бы хотелось… Я очень хочу, что вас услышат сегодня те, от кого решение этого вопроса, в общем-то, зависит. Очень хотелось бы. Спасибо вам. Искусство необходимо. Спасибо вам большое. И за эти слова, и за переживания, и за желание что-то сделать и изменить для всех нас, собственно говоря. Вы знаете, время в эфире ограничено. Оно так быстро несется, и всегда бывает очень жалко, когда встречаешься с таким очень интересным собеседником. Но, увы. Ну, нет, я не могу себе отказать в удовольствии. И попрощаться с вами еще раз, не услышав ваш голос, пожалуйста. У цыгана жизнь кочевая, Это всем известно давно. Для него вода ключевая, Слаще, чем хмельное вино. Костер, не костер, если нет огня, Цыган, не цыган, если нет коня, Ни почем туман, а серый дым, Рядом с другом верным вороным. Спасибо вам огромное за эту удивительную встречу. Спасибо вам. Спасибо коллегам, которые вообще позволили этому знакомству случиться. Вы знаете, я, например, получила массу удивительных для себя, даже каких-то новых эмоций в общении с вами. Я от души хочу пожелать вам новых творческих работ, успехов, взлетов. И вы знаете, мне очень хочется верить в то, что когда-нибудь где-то на фишах в Карачаево-Черкесии, в Черкесске будет, во-первых, стоять новое здание театра, или, по крайней мере, отремонтированное, и на фишах будет написано «Сольный концерт Максима Колесникова». И вот вы приедете, и мы услышим ваш очаровательный голос, и еще раз насладимся искусством вокала вашего. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо вам за эту встречу. С вами так легко и приятно, хотя ваши камеры пугают до полусмерти. Лучше бы тысячу человек посадили, я бы нашел, что с ними сделать, чем камеры. Но с вами очень хорошо, у вас потрясающий коллектив. Вы знаете, мне хотелось бы даже не концерт, а мне бы хотелось, чтобы в республику приезжали спектакли, чтобы было цельное, цельное, продуктом не назовешь, а искусство. И чтобы мы могли дарить, а люди могли наслаждаться. Я бы очень этого хотел. Спасибо. Да добрые пожелания, за добрые слова, друзья. Друзья, я напомню вам, что сегодня я с большим удовольствием встречалась с артистом-вокалистом Иркутского музыкального театра Максимом Колесниковым. Вам же я желаю от всей души всего самого доброго и до свидания.